Участковый, которого нужно знать в лицо. Перворайские полицейские рассказали, как будут работать с населением. Для этого организовали собрание, на встречу пригласили жителей микрорайона Хромпик. Блюстители порядка отчитались о своей деятельности за год и узнали о том, какие проблемы горожан еще предстоит решить. Там большая площадь, там можно ставить машины, но им удобно под своими окнами ставить. С наболевшими вопросами к участковому полиции. В зале ДК имени Ленина собрались жители микрорайона Хромпик, а предстоящую встречу их заблаговременно оповестили. Меня пригласили на эту встречу впервые за много-много лет. И сказали, что якобы отчет будет начальника УВД города. Конечно, это интересно. Но я бы вообще хотела спросить и знать своего участкового лица, как когда-то мы знали. Он ходил по городу, по району, даже по квартирные обходы были. На встречу с населением пришли и участковый, и руководители городского отдела МВД. Задача – рассказать о проделанной работе, а также узнать о проблемах жителей из первых уст. Население, которое должно знать, доверять, и, соответственно, это позволяет эффективно решать задачи именно бытовой преступности, выявления бытовых преступлений, очень латентных преступлений, которые зачастую другим способом и не выявляются. Потому что к участковому любой гражданин может прийти и, наверное, как-то доверительно рассказать какие-то вещи. То есть это всегда можно будет помочь. Служба участковых – одно из ключевых подразделений. По ее представителям многие жители судят о полиции в целом. Участковый в течение года должен обходить жилой сектор, знакомиться с каждым гражданином, проживающим на административном участке, узнавать информацию по соседям, как характеризуются люди, допускают или нет правонарушения, преступления. Кроме этого, участковый в течение года один раз должен провести отчет перед населением, на который приглашаются граждане. С гражданами в Первоуральских поселках работают почти полсотни участковых уполномоченных полиции. Служба полностью укомплектована. В ее задачи, в числе прочего, входит пресечение правонарушений. Нередко помогают в этом рядовые Первоуральцы, сообщая полицейским о проблемах. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий, Денис Неугодников. Хроника дня.